Малая земля, крейсер Кутузов, Новороссийский казачий-кадетский корпус, казачий с полох на экскурсии в городе Герой, Новороссийск. Скифы, сарматы, синды, греки. Юные казачата начинают знакомиться с историей города Герой еще в дороге. Экскурсовод рассказывает, какие народы жили здесь в древности. К России эта область перешла сравнительно недавно, 175 лет назад, поэтому стала называться Новороссия. Первая остановка – Малая земля. 275 бойцов в Великую Отечественную войну, 7 месяцев держали здесь оборону. Командовал десантом майор Цезарь Куников. Советские войска отражали все атаки пехоты и танков немецкой армии и отстояли плацдарм. Это сыграло огромную роль в освобождении Новороссийска и всего русского народа. Мало этого, был договор у немцев с турками. Если бы немецкие войска дошли до Геленджика, а до Геленджика отсюда рукой подать, вот дальше по берегу 40 километров и город Геленджик, и в войну вступила бы Турция. Для этого на советско-турецкой границе было собрано 18 дивизий, готовых вступить в бой в любой момент. Допустить этого было нельзя. Новороссийск получил звание «Город-героя» в 1973 году. Знакомство с городом продолжается экскурсией по крейсеру Михаил Кутузов, который относительно недавно был действующим кораблем в составе военно-морского флота России. Принимал участие в боевых действиях, становился площадкой для кинофильмов. Сейчас корабль на заслуженном отдыхе. Он является филиалом музея Черноморского флота. Одна из самых главных достопримечательностей корабля – «Колокол». Весит 86 килограммов, три из которых серебро и 83 бронза. Готовы? Кто боится резкого звука, можно сделать вот так. Я не пугаю, мы объясняем всем. Готовы? Примерно так. Экскурсию ведет Берестов Евгений. Все сотрудники музея – бывшие военные моряки. Корабль не выглядит заброшенным, внутри настоящая жизнь. В общей сложности на крейсере две с половиной тысячи помещений. Ребята посещают кают-компании офицеров. Во время нахождения здесь прежде всего можно было пообщаться между собой. Во вне служебное время. В шашки и шахматы поиграть. Это вот здесь за баком. На пианино кто мог, тот играл. Здесь, вот там где стоят колонки, стоял телевизор. Можно было посмотреть и телевизор. Самая любимая передача была программа «Время». Кадеты со всей России в гостях в Новороссийском казачьем кадетском корпусе. Иван Балабанов учится здесь на втором курсе. Его дедушка был героем войны. Многие экспонаты раньше принадлежали его семье. Его отец отдал в дар музею аккордеон, ордена, медали, удостоверения. При постройке здания кадетского корпуса были найдены гранаты времен Великой Отечественной, немецкий пистолет-маузер, каски, шашки. Музей был основан в 2009 году. Семестно с адаманом Черноморского Кумарского округа, Солотином Сергеем Ильичем и с нашим директором Вактюшкиным Андреем Борисовичем. У нас музей называется «Музей казачьей доблести, славы, культура и быта куманского казачества, память Великой Отечественной войны». Музей направлен на воспитание, патриотизм о кадетах. Преподаватели кадетского корпуса рассказывают, как проходит обучение. В это время идут занятия по математике, физике и другим предметам. Корпус был основан в 2008 году по становлению губернатора Краснодарского края от 31 октября 2008 года. Фактически с сентября мы уже набрали первый набор кадет, полгода переходный период у нас был. И с 1 января 2009 стали уже официально работать как кадетский корпус. Солнце и ветер сопровождали гостей города всю экскурсию. Новороссийск, хоть и южный город, но примерно 40 дней в году здесь дует холодный северный ветер. Называется Бара. Впрочем, это не испортило впечатление от экскурсии. «Понравился Новороссийск тем, что он очень чистый город. Не знаю, гид говорит, что он некрасиво построен, но по мне так красивые здания, такие белые улицы, хорошие, чистые». «Мне понравилось, что на корабле был первый раз, ну на таком большом. Очень понравилось все эти оружия». «Мне запомнилось то, как мы побывали на крейсере. Нам рассказали много интересного, его всю историю. После мы поехали в кадетский корпус кубанский. Тут нам показали столовую, кабинеты, где кадеты учатся, спальный корпус». «Мне понравилось. Вот здесь яarde, видноandom слово». «Эн//%»